Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект хай-тек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня предсказываем дорогу и печатаем сталью. Обойдемся без сверл и фрезеров. Новый вид стали позволяет получать твердый сплав с помощью 3D-печати. Facebook знает, куда вы пойдете. Новое изобретение от программистов соцсети. Facebook сможет узнать, куда направляются его пользователи. Портал BuzzFeed News раздобыл интересную информацию о патентах, документацию на которые подала компания для регистрации в соответствующих органах. Оказывается, соцсетью Facebook была разработана технология, которая позволит предсказывать путь человека, а далее, само собой, предлагать ему рекламу в соответствии с его намерениями. Несколько патентных заявок описывают технологию, называемую офлайн-траекторией. Алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать данные о текущем местоположении пользователя, о его контактах и даже о том, где находятся его друзья. Далее будет составляться прогноз о дальнейших передвижениях. Кроме рекламы, технология сможет адаптировать ленту соцсети в соответствии с тем, где и как долго будет находиться юзер. К примеру, если ожидается, что человек определенное время будет без интернета, то лента загрузится так, чтобы все это время он смог ее читать офлайн. Представители компании утверждают, что технология предсказания офлайн-траектории не обязательно будет реализована в новых версиях программного обеспечения Facebook, но мы-то понимаем, если это увеличит доходы от рекламы, то чего бы это и не внедрить. Впрочем, Facebook хочет не только узнавать от пользователя все, что можно. Компания отчаянно пытается вернуть часть молодой аудитории. Статистика показывает, что подростки уходят с лицекниги в основном в Snapchat и Instagram. Ранее Facebook уже выпустил несколько приложений. Это был клон Snapchat под названием Slingshot, клон Snapchat под названием Bolt, клон Snapchat под названием Flash и еще один клон под названием LiveStatch. Оригинальное приложение Facebook, правда, тоже копировавшее Snapchat, — Pog. Теперь настала очередь мемов. Сетевой фольклор будет обрабатываться и компилироваться в подборке с помощью приложения под названием LoL. Вот только согласно данным от портала TechCrunch некоторые люди, которые тестили LoL, описывают его не слишком положительно. В основном говорится о том, что смешные гифки в нем предлагаются уже устаревшие недельной давности. WhatsApp против слухов и дезинформации. Стало известно, что в приложении появились изменения. Ранее с июля прошлого года на территории Индии были введены ограничения по пересылке сообщения пользователям популярного мессенджера. Одну новость или другой контент можно было отправить не более чем пяти пользователям. Представители WhatsApp утверждали, что так будет распространяться меньше слухов и лживых новостей. Теперь же это ограничение станет актуальным и для юзеров других стран. Сначала для тех, у кого смартфоны с Android, затем для владельцев гаджетов с iOS. Сталью можно печатать, и метод трехмерной печати металлами уже относительно широко используется. И вот стало известно, что шведская компания VBN Components собирается вывести на рынок технологического производства стали с по-настоящему выдающимися характеристиками. И сплав этот будет производиться также с помощью 3D-принтеров. Vibonite 480 – так называется сталь, которой можно печатать и которая может удивлять своими свойствами. Новый материал сочетает в себе прочность металлического порошка с термостойкостью цементированных карбидов. Это позволяет получить сталь с высокой устойчивостью к коррозии и износу, а также с термостойкостью до 750 градусов Цельсия. А детали из этой стали можно изготавливать не методами сверления, фрезерования или токарной обработки, с помощью трехмерной печати. Это значительно быстрее и эффективнее. Вы полностью изменили то, что вы можете делать со сталью, так что это реальная смена парадигмы в производственных технологиях. Сейчас мы закладываем почву для новых типов производства деталей. Конечно, потребуется время. Представители компании VBN Components сообщили, что новый вид стали отлично подходит для создания деревообрабатывающих инструментов, для инструментов для скального бурения и других изделий, которые должны выдерживать значительные нагрузки. Новое и технологичное каждый день по будням на телеканале Хабар 24. Вы смотрели ХайТек. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин